В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Открылся новый участковый пункт полиции, уже седьмой в муниципалитете. Здесь будет располагаться, помимо участкового полномочного, инспектор по делам несовершеннолетних. Безопасность прежде всего выходить на тонкий лед водоемов опасна для жизни. Если среднестуточная температура воздуха 0 градусов держится более труднее, то прочность везда уменьшается как минимум на 25%. 140-летие Корнея Чиковского отметили в Видновском художественно-техническом лицее. Ехали в Венгрии! Радность теперь! Совершенно верно! Следующее! Уже седьмой по счету в муниципалитете. Участковый пункт полиции открылся по адресу Завидное, 19. Теперь для безопасности местных жителей здесь будет работать участковый полномоченный, а также сотрудники из других подразделений МВД. В шестом микрорайоне на Завидное, 19 торжественно открыли участковый пункт полиции. Его появление стало возможным благодаря тесному сотрудничеству администрации муниципалитета с органами внутренних дел. Событие важное, событие долгожданное. Это опорный пункт или как включение участкового за номером 7 в городском округе, но не последний. В этом году будет еще два. Роль участковых трудно переоценить. Именно они наиболее тесно взаимодействуют с жителями. Первыми принимают сигналы о помощи и являются незаменимыми в решении проблем населения. И от качества их работы зависит очень многое. Чтобы участковый и комфортно себя чувствовал, во-первых, на работе, чтобы те сотрудники, которые здесь были, также с отдачей относились к любому заявителю. И все, что необходимо по улучшению общественного порядка, оно было действительно на высшем уровне. Более 100 квадратных метров, 5 кабинетов. На первом этапе трудиться здесь будет минимум 6 сотрудников полиции, а впоследствии и больше. Данные опорные двух всем обеспечены. Шкаф, публикационеры под документацию, шкаф, сейф, сейф. И специализированные базы данных, которые сейчас мы идем вносятся со временем, соответственно, это все подключено, это все работает. В обязанностях участковых защита прав граждан, проживающих на закрепленном участке и людей, пострадавших от преступлений на этой территории. Кстати, работать на Завидно-19 будет не только сам участковый уполномоченный, но и специалисты из других подразделений МВД. Здесь будет располагаться, помимо участкового уполномоченного, инспектор по делам несовершеннолетних, который обслуживает эту территорию, аппарат участковых уполномоченных, которые руководят этим участковым, но не на конкретной территории, а руководят участковыми на всей территории округа. Безопасность – базовая потребность человека. И этого дня многочисленные местные жители ждали с нетерпением. Участковый для нас – это самый близкий и самый доступный из органов власти, человек, который всегда знает все, что у нас происходит, можем доверить и можем все ему рассказать. Мы хотим поблагодарить администрацию нашего города, 6-й территориальный отдел за открытие у нас в 6-м микрорайоне нашего собственного пункта участкового. Спасибо большое. Впрочем, на этом работа по улучшению инфраструктуры для защиты населения не заканчивается. У нас есть запрос о строительстве практически полноценных управлений или отделов внутренних дел в таких направлениях, как Блатниковское поселение или в районе пригорода лесной. Будем работать в этом направлении. Уже в апреле запланировано открытие еще одного участкового пункта в микрорайоне «Зеленые аллеи». А до конца года он появится и в поселке Володарского. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Каждую весну тонкий лед может стать причиной гибели человека. Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды и беседы на эту тему. Об основных правилах безопасности расскажем в нашем следующем материале. Лед на водоемах все еще кажется крепким, но это лишь на первый взгляд. Погода весной нестабильная. Утром может идти снег, днем светит солнце, а по ночам снова заморозки. Если среднестучная температура воздуха 0 градусов держится более трудней, то прочность днем уменьшается как минимум на 25%. Стоит помнить, что на лед ни в коем случае нельзя выходить в одиночку, а также проверять его прочность при помощи наступания ногой. Жительница микрорайона «Зеленые аллеи» Полина рассказывает, что по Тарычевскому пруду, который расположен вблизи жилого комплекса, очень часто гуляют взрослые дети. «Периодически я вижу, как дети выходят на лед, и мамы как бы смотрят издалека. Но они вроде далеко не отходят, только когда зимой здесь каток становится крепкий, они здесь гуляют». Заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Иван Кузьминов отметил, что определить прочность льда можно визуально. «Лед голубого цвета является прочным. Если лед белого цвета, то его прочность уменьшена в два раза. Если же лед серого цвета, матово-белого, с желтыми оттенками, то он является небезопасным для выхода на него». Особую опасность весенний паводок представляет для детей. Подростки иногда ради любопытства испытывают на прочность ледяной покров водоема. «В этом году были единичные случаи, когда дети без присмотра родителей уходили на лед. Получалось так, что они проваливались, но выбирались самостоятельно. Как таковых жертв в ходе провала под лед в настоящем году нет». Сотрудники МЧС рассказали о действиях в экстренных случаях. «Если же так получилось, что вы провалились под лед, то первое, что необходимо сделать, это избежать паники. Ни в коем случае не делать резких движений, стабилизировать дыхание, раскинуть руки и постараться зацепиться за кромку льда. Далее постараться закинуть ногу на лед и перекатиться по направлению к берегу. Также следует помнить, что выбираться с безопасного места необходимо в ту сторону, откуда вы пришли, так как там прочность льда уже проверена». Эти правила простые и их должен знать каждый. В библиотеке поселка Совкоза имени Ленина прошло памятное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Он отмечается в начале апреля. В небольшом зале учреждения собрались жители, школьники, участники местного клуба пожилых людей «Золотая осень». Всего в поселке проживает 8 бывших узников концлагерей, но здоровье не всем позволило прийти на мероприятие. После небольшого вступительного слова собравшимся был показан документальный фильм. «Германия напала на Польшу и в течение нескольких недель разгромила ее армия. 21 сентября Варшава пала». Отдать дань памяти тем, кто выжил в нечеловеческих условиях, пришли руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков и представитель главного акционера «Зао-совхоз имени Ленина» агрохолдинга «Рота Агра» Сергей Верлеев. Они вручили бывшим узникам фашистских концлагерей цветы и символические подарки. Мероприятие было организовано муниципальным центром культуры поселка. Не один год около кинотеатра «Искра» разворачивается сезонная ярмарка, где у многих жителей города уже появились свои любимые палатки. О том, что там можно приобрести, узнаем у Дмитрия Книги. Около кинотеатра «Искра» продолжает работать ярмарка, на которой можно найти самые разные товары – от одежды и предметов быта до продуктов питания. В ближайшее время наконец-то станет тепло, а это значит, что нужно подбирать новый гардероб как для взрослых, так и для детей. Представлены женская верхняя одежда разных производителей, в основном российских производителей, качественные вещи. Есть большие и маленькие размеры. Лобковые изделия на весну, ассортимент для девочек и для мальчиков. Также продукция Ивановской фабрики. Брючки млаженские, пожалуйста, ветровочки, куртки разные. Это оренбургские изделия, это шелк и козий пух. Ручная работа, хорошего качества, теплая, комфортная, уютная. По соседству можно купить и зимние товары, причем с хорошей скидкой. У нас очень хорошие валенки и сейчас, в данный момент, идет огромная распродажа. Так что все пользуйтесь моментом. Я вам просто это советую. Это натуральная продукция, 100% овечья шерсть. Для обеспечения уюта в доме на ярмарке можно купить российские качественные комплекты постельного белья, одеяло и подушки по ценам производителя. В качестве сувенира или подарка на выбор большой ассортимент изделий русских народных промыслов, гжель, хохлома и многое другое. Здесь у меня представлены изделия из бересты, которые мы привозим из Сибири, из Томской области. Представлено очень много нижегородской продукции. Это и матрешки, и всевозможные развивающие игрушки. Есть и Новосибирск производители. На ярмарке можно встретить уникальные книжные издания, цены на которые приятно удивят. В основном детское берут, для подростков очень хорошая подборка. Если вот, например, вот такая книга служит у нас как палочка и выручалочка для подростков. С 1 по 5 класс вся школьная программа, русский язык, математика и английский. И, конечно, многие жители Видного приходят сюда за свежими овощами и фруктами. В принципе, здесь все вкусное. Вот огурчики, зелень. Ну, короче, здесь все вкусное, все берем. По осени мы закупаемся здесь морковку, свеклу берем, картошку. Сейчас, после зимы, нам как никогда требуются витамины. На прилавке их можно найти в достатке. Дагестанские помидоры сладкие. Это еще идет импорт киви и мандарины. Вот, капуста, краснодар. Любителей сладкого порадует большой выбор кондитерских изделий. Фамилат, халва, восточные сладости, рахат, лукум, зефиры, меренговые рулеты. Постная продукция сейчас к посту. Пожалуйста. Ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Со сорокалетия, со дня рождения Корнея Чуковского отметили дошкольники нашего города. В течение недели воспитанники Видновского художественно-технического лицея соревновались в знании сказок и рассказывали свои любимые произведения. Ехали медведи, радости петь! Совершенно верно, слепующее! Самые креативные ребята и их родители своими руками создали поделки сказочных героев Чуковского. На выставке и пластилиновые крокодилы, и бумажные майдадыры, и нарисованные мухи-цокотухи. А Гриша и его мама даже сшили плюшевых бармалея и айболита, героев самых любимых сказок мальчика. Доктор Айба, лет был добрым и лечил зверей. Корова, волчица, жучок, паучок и медведица. Лиса пришла к айболиту, ой, меня укусила са. Пришел к айболиту, барбуз, меня курица клюнула в нос. Воспитатели рассказывают, сказки Чуковского не только нравятся детям и веселят их, но и учат важным качествам. Корней Чуковский, у него сказки замечательные, потому что они самое главное учат, что даже человеку, который совершил плохой поступок, ему нужно давать в жизнь шанс. И дети сопереживают даже отрицательному герою, той же Федория, тому же Бармалею. И очень радуются, когда они становятся добрыми. И сказки учат добру Корней Ивановича Чуковского. Жизнь ветерана войны в Афганистане Валерия Бодряшова с самого детства была тесно связана со спортом. Баскетбол, волейбол, гимнастика, хоккей, плавание, чем он только не увлекался. И Всемирный день здоровья встретил в бодром настроении на спортивной площадке. Тему продолжит Екатерина Борисова. Бывший афганец Валерий Бодряшов с детства увлекался спортом. Еще в школе начал заниматься гимнастикой, волейболом, хоккеем и баскетболом. У нас был замечательный преподаватель Юрий Васильевич Сидоров. Он тоже был фанат баскетбула. И мы, так сказать, вот с класса шестого у нас создалась команда. И к старшим классам она очень сыгранная оказалась. И мы даже выступали, ну было тогда первенство района. Мы регулярно выиграли первенство района. Потом выиграли первенство Московской области. Затем на базе этой команды была создана сборная Московской области, которая в 1962 году стала чемпионом России. Будучи студентом, Валерий Федорович серьез увлекся хоккеем. Выходил на лед он и в свободное от работы в Московском управлении КГБ время. С 90-х годов начал участвовать в ветеранских турнирах не только России, но и всего мира. Первенство Москвы среди ветеранов – это ЦСКА, Динамо, Спартак и Крылья Советов. Мы там, как правило, призерывали, а потом начались даже международные игры. И вот наша ветеранская команда «Динамо» выезжала многократно, и мы регулярно становились призерами этих игр. И я вот с ними поездил, побывал в Германии, Швеции, Финляндии. В 2005 году в Дубае в составе российской ветеранской сборной, в которую вошли также известные хоккеисты Александр Якушев и Юрий Лебедев, успешно отыграл с канадцами. Не раз «Динамо» встречалась на товарищеских матчах с командой «Металлург» в Ледовом дворце Арктика. Сейчас Валерию Федоровичу 75, и он продолжает вести активный образ жизни. Это здоровье, это общение. Повидал я мир, ну и хоть я не такой уж, так сказать, заслуженный мастер. Он воспитывает волю, мужество, смекалку тоже самое. То есть спорт – это не только сила рук и ног. Это и голова должна работать. И мне вот эта закалка очень помогла во времена, когда я был в командировке в Афганистане. Любовь к спорту он передал с вами. Артему сейчас он учится в 10 классе, и несмотря на большую нагрузку в школе, старается все свободное время посвящать спорту. Для любого человека доставляет одни удовольствия – это здоровый физический дух, общение, взаимопонимание между друзьями в командных видах спорта. Артем занимается на турниках, играет в баскетбург, футбол, а в последнее время увлекся плаванием и уже получил второй взрослый разряд. Компанию ему составляет Валерий Федорович, который, твердо уверен, в народный трудный спорт – это живо. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Довляшников. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!